В блокаде в этой всей истории меня смущает одна вещь, значит на самом деле больше, но одна главная. Знаете, во всей политической жизни, в политтехнологиях, если хотите, всегда все должно быть оправдано. Мы, в конце концов, в политике продают картинку людям. И рассчитывают на то, что люди видят в этом искренность, веру в собственные силы, веру в собственные действия. А когда полтора года или два года идет война, два года идет торговля, с этими территориями, а так или иначе, спустя два года, вдруг ни с того ни с сего, отдельные люди начинают блокировать движение? То есть два года до этого все было нормально. На самом деле все ездило, все ходило, никто об этом не говорил. Тут ни с того ни с сего, ну помните, да, повод был. Вот отсюда я родил самый вопрос о предвыборной кампании. Первый был, да, освобождение наших пенсов. То есть мы будем блокировать, пока не освободят. Это же был первый подсыл такой. Сейчас об этом мало кто вспоминает, но это уже не важно. Но когда существуют вот такие вот недоговоренности, да, люди это чувствуют. Нельзя, есть точка зрения у многих политиков, что народ на самом деле идет, он ничего не понимает. Что ты покажешь картинку, то я съест. Но фальшь чувствуется. Вот в таких вот вещах на самом деле объяснить-то надо. Например, у меня ответа на этот вопрос нет. Может, у кого-то есть, да, почему там? Их не блокировали полгода назад, летом прошлого года, например, не ставили этот вопрос. Считали, что это неактуально или нормально. Почему это стало ненормальным именно сейчас? Поэтому надо быть просто искренней и понятнее, да. Если твои действия обоснованы, тогда тебе верят. Не обоснованы не верят. Спасибо.